Да, как раз таки в Ялте просто приступили к ремонту подпорных стен и дорог. И сейчас, собственно, мы с нашим гостем сможем это обсудить. Доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Надеемся, оно у вас доброе, действительно. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну вот наш коллега уже рассказывал, что начали ремонтировать подпорные стены. В каких объемах будут проводиться работы и в какие в первую очередь это будут работы? Ну, в первую очередь будут проводиться те, которые, наверное, уже озвучили. Это 12 объектов. Улица Халтурина, Мухина, Коммунаров. Будут выполняться также работы по улице Московской. Ну, а скажите, пожалуйста, все прям, правда, легко и просто? Либо, насколько я понимаю, что подпорные стены, они же периодически идут оползневые такие процессы. И мы можем их видеть, собственно, на дорогах, когда перекрывается движение транспорта. Насколько будет затруднительная сама вот эта работа? И не будет ли это мешать дорожно-транспортным развязкам? Ну, на сегодняшний день все-таки сама по себе ситуация благоприятствует для подрядной организации в связи с тем, что транспорта в два-три раза меньше, чем по факту всегда у нас в городе. Поэтому немного будет проще. Ну, а так, меры безопасности в любом случае будут приняты, обозначив зоны безопасности для проходящего автотранспорта. Есть некоторые проблемы, но проблемы незначительные. Это в плане того, что необходимо, в обязательном порядке нужно будет получить разрешение экологов на спил деревьев, которые попадают в зону этих работ. Но по возможности мы, наоборот, стараемся оставить практически все зеленые насаждения, кипарицы особенно, те релектовые деревья, которые, ну, в общем-то, являются краснокнижными. Конечно, мы бы хотели их все оставить. Но если данные насаждения попадают в зону работ и никаким образом мы не сможем их оставить, ну, здесь, конечно, нам придется некоторые деревья. Краснокнижные спилить, я так понимаю. Но, насколько я знаю, заодно уничтоженное краснокнижное дерево нужно высадить некоторое количество новых, да? Дабы возместить этот ущерб, нанесенный природе. Предусмотрена компенсационная стоимость, поэтому, если это будет необходимо, то они будут высажены. А что можете сориентировать, сказать, по срокам? В какие сроки планируется закончить все эти работы? По договору планируется, что подрядчики выполнят все работы до конца июня. Возможно, небольшая задержка в связи с тем, что появились дополнительные объемы работ, непредвиденные совершенно. То есть, например, стали разбирать стеночку, а за этой стеной оказались коммуникации. Поэтому приходится проходить определенные согласования. Очень много работы получается вручную. Но так планируем, чтобы все-таки до конца июня подрядная организация имеет свою технику, нормальных специалистов, квалифицированных специалистов, в том числе инженерно-технический состав. Поэтому надеемся, что сделаем оперативно и, как планировали, до конца июня, все 12 объектов будут выполнены. Ну, подрядчики, я так понимаю, проверенные, да? С ним работали раньше? Нет, подрядчики, ну, скажем, для нас, для Ялты новые, но одно название «Стелла» говорит о том, что у них есть опыт работы именно по выполнению этих работ по возведению подпорных стен. И разрешите поинтересоваться суммой финансирования. Сколько денег вы делили на все эти работы? Общая сумма финансирования по муниципальному контракту порядка 19 миллионов рублей. Спасибо большое. Будем надеяться, что действительно подрядчики успеют в срок и к июре месяцу уже будет абсолютно легко добраться до любой точки в Ялте вне зависимости от этих работ. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо. Да, и самое главное, что будем надеяться, что это будет безопасно. Спасибо вам большое. Напоминаю, что с нами был Сергей Сухопаров, заместитель начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ялты.